Семь дней в мире, Украине и Одессе. Какими их увидели корреспонденты Думской ТВ и мы, Олег Байделюк и Елена Еремеева, вы узнаете прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России, несмотря на то, что обещают рассматривать все версии, именно это называют спекуляцией. При этом Путин запретил полеты российской гражданской авиации в Египет. Вся Украина тем временем переживает поствыборный синдром, а в СМИ не успевает следить за круговоротом громких новостей. Геннадия Корбана, кандидата в мэр Киева и лидера партии Укроп, задержали. Генпрокуратура подозревает Корбана в создании организованной преступной группировки. Также он проходит по делу о нецелевом использовании средств фонда, который был создан для помощи бойцам АТО. Соратники Геннадия Корбана называют задержание политическими репрессиями. Даже устроили очередное побоище по этому поводу с участием Нардепа. Началось все с того, что в Печерском суде, который рассматривает жалобу на задержание Геннадия Корбана, один из прокуроров отправил СМС, которые не понравились защите Корбана. В заседании объявили перерыв. Тогда же прокурор с помощью милиции попытался выскользнуть из зала. Владимир Поросюк не давал ему это сделать и началась потасовка. И в продолжение темы еще один громкий скандал с участием парламентариев. Из-за него, кстати, последующее голосование в Раде ставят под угрозу. Нардеп Андрей Тетерук ударил Нардепа Александру Кужель по голове стеклянной бутылкой. Инцидент произошел после окончания пленарного заседания прямо возле приемной председателя Верховной Рады в присутствии других народных депутатов. Тетерук извинился через Фейсбук, но потом свой пост удалил. Теперь Батькивщина требует от Генеральной прокуратуры Украины немедленно внести представление о лишении Тетерука депутатской неприкосновенности и арестовать его. Тем временем Михаил Саакашвили снова поссорился с Арсением Меценюком, правда посредством СМИ и страничек в соцсетях. Украинский премьер позволил себе порицательные высказывания о реформах в Грузии во время президентства Саакашвили. Если он был таким успешным в Грузии, почему он теперь не может туда вернуться? Что это за такая реформа судебной системы, сказал Яценюк. В своем Фейсбук Михаил Саакашвили привел сравнительные характеристики экономик Украины при руководстве Яценюка и Грузии при его руководстве. При моем руководстве властью в Грузии экономика даже в условиях войны и геополитической напряженности большую часть времени показывала рост двузначными цифрами. А украинская экономика, к великому сожалению, последние два года катастрофически падает. При мне в Грузии уровень теневой экономики сократился с 60 до 5 процентов, а в украинской вырос с 32 до 48 процентов. При мне Грузия поднялась в рейтинге Всемирного банка по простоте ведения бизнеса на восьмое место, а Украина пока только на 72-м. При мне рейтинг восприятия коррупции среди бизнес-субъектов сократился с 80 до 2 процентов, а в Украине в последнее время увеличился до 80 процентов. Украина, к моему великому сожалению, опустилась до уровня худших африканских показателей. И затем добавил, что считает предложение премьера вернуться в Грузию ударом ниже пояса. В особенности от руководителя постмайдановского правительства, которое пришло к власти вследствие протестов против репрессий промосковской власти Януковича. Я сейчас нахожусь в своей стране, в Украине, являясь гордым обладателем украинского паспорта, который я принял из рук президента Порошенко, добавил глава Одесской областной администрации. А вот наш одесский Дарт Вейдер уже окончательно сходит с гонки за премьерское кресло, в котором по-прежнему восседает Арсений Яценюк, о котором пророчит Михаилу Саакашвили. Администрация президента отшутилась от народной петиции о назначении Дарта на высокий пост. Официально президент ответил, что он ни при чем, и выдвинуть кандидата должна коалиция депутатских фракций Верховной Раде Украины. Более подробно к одесским новостям. Самой главной громкой новостью на этой неделе стали события, посвященные трагедии 2 мая. На сайте Думская НЕТ эта тема занимает сразу две лидирующие позиции. 31 тысячи раз на сайте Думская НЕТ посмотрели новость о потасовке на Куликовом поле. Акции памяти, посвященные трагедии, которой в этом месяце исполнилось полтора года, посетили майдановцы. Между враждующими сторонами возникла потасовка после появления плакатов с надписью «Одесская хатынь» с фотографиями погибших. Майдановцы плакаты попытались снять, но позже решили сжечь. 20 тысяч просмотров у новости, анонсирующие работу крупнейшей авиакомпании планеты в Международный Одесский аэропорт. Эта информация пришла по инсайдерским каналам в связи с ратификацией Верховной Рады соглашения по открытому небу с американскими авиакомпаниями. Правда, полеты этого гранта авиаперевозок поставлены в зависимость от строительства в Одессе нового терминального комплекса и современной взлетно-посадочной полосы с полным комплектом системы слепой посадки. 16 тысяч просмотров у отчета Совета Европы по делу 2 мая. О Международной консультативной группе Совета Европы подробнее в материале наших корреспондентов. Из отчета Совета Европы о трагедии 2 мая одесситы узнали новые факты. Оказалось, что в тот роковой день торговый центр «Афина» захватили вооруженные сепаратисты. Они применяли огнестрельное оружие против милиции. Также установлено, что в Доме профсоюзов было 5 очагов возгорания. Занесли снаружи всего один из них. Европейские эксперты считают, организация расследования событий неудовлетворительная. Мы согласны с выводами этой группы. Более того, мы постоянно говорили те же вещи о том, что расследование не ведется должным образом, о том, что необходимо несколько иначе, другой подход в расследовании. Одесские общественники говорят, полностью доверяют отчетам группы 2 мая и докладу Совета Европы. Главное, чтобы все точки зрения были учтены, а виновные наказаны. Это должна быть правильная работа, когда все эти видеодоказательства, очевидцы, которые присутствуют, их нужно опросить, чтобы мы все-таки докопались до сущности этих событий. Мы свою позицию изложили, что это была провокация со стороны. Общественные активисты и эксперты группы 2 мая планируют подать на виновных, по их мнению чиновников, в суд. В частности, в европейские по правам человека. Ольга Китик, Владимир Кацман, Виталий Прус, Думская ТВ. Защитников страны в тюрьму. Подполковника из Краматорска Евгения Ялышева арестовали за взятку. Семья военного считает обвинения несправедливыми. В ситуации разбиралась Анастасия Большедворова. Военного, награжденного за доблесть и отвагу, в битве за Краматорск арестовали. Подполковника Евгения Ялышева обвиняют в вымогательстве. 3000 гривен пытались всучить военному за молчание. Супруга Ольга рассказывает, дело в том, что на территории Одесской военной части, где проходил службу Евгений, неофициально размещается частная кинологическая служба. Подполковник из Краматорска, недовольный незаконной деятельностью участников, поплатился за свою честность, считает благоверное военного летчика. Взятку он не брал. Меня к нему не допускают, с учетом того, что это происходит все очень быстро. После первого заседания, после решения суда, нам сразу выставили залог, который 240 тысяч, извините. Я со своей зарплатой 2500, я не в состоянии заплатить такой залог за него. Соответственно, его сразу отправили на СИЗО. На этих кадрах подполковник Ялышев один выходит на переговоры с ДНР-овцами. В том, что брал взятку подполковник, отстоявший для Украины аэропорт в Краматорске и не сдавший местонахождение воинской части на территории боевых действий, не верит и ветеран-подводник Владимир Белоусюк. Выбиняет какие-то 3000 гривен. Почему? Я считаю только потому, что он наехал на этих бизнесменов. Часть из них, поскольку я знаю, бывшие сотрудники МВД, бывшие, сфабриковали из 3 тысяч гривен. Это такой человек не будет пачкаться, просто не будет пачкаться. Тем более, я уже повторил, сдай войсковую часть, ты миллионер, и живи себе как хочешь. Зачем пачкаться в это? 3000 гривен. Одно из первых судебных заседаний подозреваемого даже не пригласили в зал. Сторона адвоката отстояла присутствие арестованного подполковника в суде. Заседание перенесли. Евгений Ялышев остается под стражей. Следственным судебам Приморского оборудования было избрано меру пресечения в отношении Ялышева для обеспечения именно уголовного производства. Будут следить за развитием событий. Анастасия Большедворова, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Осенний призыв стартовал. В армии уйдут полтысячи одесситов. По информации Министерства обороны, в течение ноября на срочную службу планируют призвать 11 тысяч украинцев. Те, у кого есть высшее образование, отслужат год. Остальные полтора. При этом в зону проведения антитеррористической операции военнослужащих направлять не будут. Напомню, начало осеннего призыва 2015 своим указом с 1 октября на 2 ноября перенес президент Украины Петр Порошенко из-за выборов. Украинские и турецкие врачи поставили бойцу 28-й мехбригады биопротез руки. Сергей Воропаев потерял руку во время боев в АТО этой весной. Многие медучреждения отказались принять его на лечение. Изготовить протез для бойца под присмотром заграничных специалистов согласились одесские врачи. Материал протеза – титан, покрытие – силикон. Биопротез выдерживает такие же нагрузки, как и живая рука. Приспособление работает благодаря датчикам, которые улавливают импульсы мозга. На Одесской таможне новая система досмотра грузов. Теперь силовики не имеют права досматривать грузы без специальных документов. Это упростит работу импортеров и снизит уровень коррупции. Владимир Кацман продолжит. Силовики больше не могут досматривать грузы без специальных документов. Соответствующий меморандум подписали в Одесском порту. Глава таможни Юлия Марушевская заявляет, лишь одна из 500 проверок, проведенных в сентябре этого года, привела к обнаружению контрабанды. Остальные – к порче товара и огромным затратам владельцев грузов. Таким образом, недобросовестные бизнесмены устраняли своих конкурентов, уверяет Марушевская. Следующий будь-якого уровня, он может надсилать этот лист про догляд, этот лист ориентирования нашему митному инспектору. И это творит просто величезную количество невиправданных проверок. Подписав меморандум, таможня, прокуратура, МВД, СБУ и погранслужба обязались запретить рядовым сотрудникам инициировать обыски в порту. Отныне назначать проверки могут только главы ведомств. Это должен быть лист, надисленный только за подписом первого руководителя правоохранного органа областного уровня, его выполняющего обязательства или его заступника. При такой системе грузопоток в Одесском порту должен увеличиться в разы. Владимир Кацман, Юрий Шинкаренко, Думская ТВ Коммунальные услуги теперь обходятся одесситам в полтора раза дороже. Об этом сообщают в Главном управлении статистики региона. Итого средний счет за сентябрь этого года составил 337 гривен. Таким образом, по сравнению с 2014 годом коммунальные платежи увеличились на 52%. Кроме того, чиновники отмечают, с приходом первых счетов за отопление можно будет говорить о подорожании коммунальных услуг на 200%. В два раза подорожали услуги на содержание жилья, воду, электроэнергию, газ и другие виды отопления. Больше всего из них подорожало газ в 5,5 раза. А в Одессе прикрыли подпольное казино. Организовал покерный клуб 39-летний мужчина в одном из спальных районов Одессы. В нелегальном заведении нашли карты, деньги, столы для игры в покер, фишки и многое другое. Деньги, заработанные на казино, владельцы незаконного бизнеса изъяли. Нарушителю грозит штраф. За данным фактом, слідчим управлением ГУМВС открыто криминальное проваджение за ознаками злочинного, предбаченного частиною 1 ст. 203 с позначкой 2 Криминального кодекса Украины занятия игральным бизнесом. Санкция вказанной статьи предбачает штраф от 10 до 40 тысяч неоподаткованных минимумов доходов граждан с конфискацией игрального обладнания. И в продолжение темы разоблачили нарколабораторию. Оперативники изъяли у студента психотропные вещества на 25 тысяч гривен. Юноша промышлял изготовлением амфетамином на съемной квартире. 22-летний студент продавал 1 грамм наркотика по 500 гривен. Экспертиза показала, изъятый порошок – амфетамин, оборот которого в Украине запрещен. При проведении санкционированного обыска по месту жительства 22-летнего студента была выявлена лаборатория по производству амфетамина. В результате обыска изъято 21 колба, электронные весы, стеклянные трубки, около 50 грамм психотропного вещества, которое он изготовил и хранил для дальнейшего сбыта. Приморский райсуд избрал меру пресечения для нарушителя содержания под стражей с возможным внесением залога на сумму 365 400 гривен. Следствие продолжается. На Николаевской дороге во время движения загорелся автомобиль БМВ. После этого машина продолжила движение уже без водителя. Пустой горящий автомобиль откатился на правую сторону дороги и уперся в столб. Владелец успел подставить машине под колесо пустой баллон огнетушителя. Никто не пострадал. Опасная реклама. Конструкция в центре города небезопасна для автолюбителей. Журналисты Думской ТВ выявили явное нарушение закона о рекламе. Кто несет ответственность за ослепление автолюбителей, выясняла Анастасия Большедворова. А знаете ли вы, что колбаса может стать причиной ДТП? Прямо в центре города реклама ослепляет автолюбителей. Согласно законодательству Украины, внешняя реклама не должна ослеплять участников дорожного движения. А эта плазма заставляет автомобилистов зажмуриваться или даже нехотя отворачиваться. Особенно в вечернее время суток. Освечивает, очень ярко светит. В темное время суток там немножко отвлекает. Когда едешь, любая реклама такая ослепляет. Вечером всегда. В любом, не только здесь, в любом месте. Вечером, правда, она сильно ярко горит. Ночью может отвлекает. Вот если светофор не будет работать, будет неудобно. Рекламная конструкция украшает здание государственного архива. Кто дал разрешение на размещение плазмы, явно нарушающий закон, идем выяснять к руководству. Здравствуйте вам. Скажите, пожалуйста, начальник, замначальника, кто-то из дирекции есть в государственном архиве? Есть. Сейчас я позвоню. Да, спасибо большое. Вот эта плазма, она ослепляет водителей. Вот отсюда у нас... Это к руководству, это не ко мне. Я отвечаю только за формирование Национального архивного фонда. Вам нужно обратиться на Жуковского 18, там сидит наш директор, замдиректор. В поиске правды нас не остановить. Идем к другому зданию госархива, где нас любезно принимает директор. Здание, находящееся на Пироговской, не принадлежит архиву. Архив там находится, оно принадлежит областному совету. Поэтому все вопросы, касающиеся эксплуатации этого помещения, находятся в рамках предприятия областного совета. В областном совете нас перенаправили в коммунальное предприятие «Одесс-реклама». Мол, это они давали разрешение на плазму размером в полдома. Обманули! Согласно информации городского совета, КП «Одесс-реклама» располагается по Преображенской 66. И вот мы здесь. С одной стороны библиотека, с другой стороны лотерея. Таки да, лотерея. Пострадаете вы от опасной рекламы или нет? Отвечать точно некому. Анастасия Большедворова, Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Правоохранители продолжают разбираться в причинах аварии на 13-й станции Большого Фонтана. Инциденты с участием общественного транспорта делают ли выводы чиновники? На что жалуются одесситы и за что продолжают любить «желтые богданы»? Тема продолжит Юлия Прабачаев. Работа общественного транспорта напоминает круговую поруку. Горожане жалуются на маршрутки, водители на условия труда, автоперевозчики молчат. Удобную тишину нарушают аварии с участием маршрутных такси. Подробности последнего инцидента на 13-й станции Большого Фонтана правоохранители продолжают выяснять. Говорить о том, что виновен пешеход, либо была еще версия о том, что там была якобы какая-то коробка, мы пока не будем. То есть в ходе следствия следователь, когда соберет все необходимые материалы, проведет все следственные мероприятия, только тогда уже будет понятно, какая же была причина данного ДТП. Дорога у Херсонского сквера. Пять лет назад на этом месте водитель маршрутки не справился с управлением. В результате авария унесла две жизни – женщины и восьмилетней девочки. После трагедии чиновники установили так называемую защитную конструкцию. Видимо, у этой конструкции хозяин отсутствует, поэтому к нему решили приложить руку охотники за металлом. Причиной аварии зачастую становится человеческий фактор – невнимательность на дороге или банальная усталость. По инструкции водители перед началом рабочего дня обязаны проверить техническое состояние машины и пройти медосмотр. Не хотя, но нам все-таки демонстрируют полученную путевку в рейс. Путевка – это значит, что вы имеете право выйти на линию? Вот такая бумажечка дает, там, где доктор расписывается, механик и все выпускает. Ценность бумаги сомнительна. В то время, как за баранкой водители проводят по 8-9 часов. Не на камеру признаются, что претензий к работе много. Начнут жаловаться – работодатели быстро найдут им замену. Пассажиры зачастую терпеливо относятся к многоруким богам забитых маршруток. Если он справляется, то почему нет? Конечно, с контролером было бы удобнее, наверное, и водителю, и пассажирам спокойнее. Нужно чуть-чуть сделать более человеческие условия труда, тогда и отношение к человеку будет совершенно другое. И у человека к его работе. С пониманием относятся не все. Сетуют, что чувствуют себя пассажирами грузового транспорта. Грязные маршрутки, их мыть надо, убирать надо, и вообще техническое обслуживание проводить нормальное, а не скрипящие тормоза и все остальное. Было бы лучше, наверное, если бы добавили рейсов побольше. Вот 185-я, 242-я, 146-я. Те, которые ездят как раз по проспекту Шевченко, они почти всегда забитые. К остановкам в неположенных местах, отсутствию квитанций и прочего положенного по закону, свыклись все. Хочется верить, что разорвать круговую поруку сможет политическая воля, а не очередная авария. Юлия Пробача и Дмитрий Бондаренко, Думская ТВ. Аварии, стрессы, потерянное время, спутники заторов на Одесских улицах. Вереницы машин тянутся от Черемушек к вокзалу и от центра города к поселку Котовского. Осенью проблема приобретает еще больший масштаб. Есть ли выход из ситуации? Какие улицы в час пик лучше объезжать стороной? Разбиралась Юлия Пробачаев. Ну поехали быстрее, я на работу опаздываю. Ну тропка, быстрее только пешком. Город, отстроенный под конные экипажи, накрыл дорожный коллапс. 8.30, дорога у Красного Креста. За один светофор нам удалось передвинуться на одну машину вперед. Стоят все, будь то ВАЗ-2101 копейка или солидный БМВ. Вот где и вправду все равны. Самый простой способ уменьшить количество пробок, зависящие от водителей. Не выезжать на перекресток, пока не освободилось место за перекрестком, чтобы ты туда мог въехать. Вот и все. Автохамство, патология или реакция на стресс. Подходящая тема для того, чтобы поразмыслить в пробке. Простой обходится дополнительным загрязнением воздуха, расходами на бензин и повышенной аварийностью. Перемещаемся к железнодорожному вокзалу. Новые патрульные следят, чтобы водители не оставляли машины на крайней левой полосе движения. Нехватка парковок вынуждает нарушить правила. Полицейские убедительно просят водителей перемещать автомобили с неположенного места. Реже штрафуют. Платаново и Полтавская улицы пополнили список односторонних. Начальник СМЭПа от любых комментариев отказался. МОЛ есть профильные учреждения. Хотя именно эта дорожная служба заведует разметками и светофорами. А регулировка последних способна разгрузить автомобильный трафик. Я нашел одно место, где стоит светофор, через который довольно редко переходят люди. Но при этом он регулярно останавливает поток. В этом месте идет падение скорости. И я думаю, если бы этот светофор сделался на светофор по требованию, то это бы увеличило скорость движения машины в этом месте. В 2014 году на основе анализа 50 миллионов точек, полученных от водителей службы такси, Петр Обухов разработал детальную карту пробок города. Рецепта длинных заторов существует. Запретить наконец-то маршрутки и перейти на автобусы большой вместимости, которые будут останавливаться только на остановках. Это тоже улучшит ситуацию. Ну и если совсем будет много денег, то строить многоуровневые развязки. Дать решительный бой пробкам водители не прочь, но к ситуации привыкли. Кто где хочет, там и ставит. То есть ходят какие-то парковщики, за что-то берут деньги. А места не оборудованы, можно ставить машину, нельзя, непонятно. Дороги узкие. Всего две кареты могут развернуться. И шире они не станут, домашний никто не снесет. По сравнению с другими городами, типа Киева, то у нас еще терпимо. Сохраняйте нервы в пробках и не игнорируйте правила дорожного движения. С 7 ноября на улицы выходят эвакуаторы. Юлия Пробача, Вячеслав Лаштаба, Евгений Очменцев, Думская ТВ. Велосипедная Одесса, Думская ТВ провела эксперимент. Каково приходится велолюбителям на одесских дорогах? Добраться на работу по-европейски попробовал наш корреспондент Владимир Касман. Добраться на велосипеде со второй станции Большого фонтана в центр города оказалось весьма проблематично. Следовать правилу дорожного движения, велосипеды должны двигаться по проезжей части и только по крайней правой полосе в один ряд, в Одессе просто невозможно из-за обилия припаркованных машин. Ехать по правому ряду, прислонившись к правой обочине, что сделать в принципе невозможно. Поэтому, пользуясь правилом «допускается движение по обочинам», если это не создает помех пешеходам, мы решили поехать по тротуару. Здесь преград оказалось не меньше. Вот один из самых экстремальных участков – улица Канатная между Семинарской и Пироговской. Объезжать здесь нужно и как ямы, так и деревья, а иногда людей. И при этом стараться не попасть под трамвай, потому что рельсы расположены буквально в полуметре от дорожки. Кроме того, большая часть переходов не оборудована съездами для колясок и велосипедов – сетуют одесситы. Где-то на бордюр приходится запрыгивать, где-то спрыгивать. Если бы были велодорожки, было бы круто, конечно. Активист общественной организации «Дорожный контроль» Максим Магера говорит, отсутствие велодорожек – серьезная проблема не только для самих велосипедистов, но и для автомобилистов. Многие велолюбители элементарно не соблюдают правила дорожного движения. То, что они ездят по дорогам общественного пользования, еще и то, как они ездят, это, конечно, меня напрягает. У нас сплошь и рядом в городе они взяли моду ездить по встрече, навстречу движению. Создать в городе велосипедные дорожки обещают уже давно. Исполняющий обязанности директора коммунального предприятия «Транспарксервис» Сергей Дубенко уверяет – работа в этом направлении ведется. В настоящее время разрабатывается план велодорожек. Полностью переоборудование всей ширины улицы в плане обновления тротуарной плитки, в плане обновления газонов, скамеек, света, бордюрного камня, переукладка коммуникаций и так далее. То есть вся геодезия перерабатывается. Воплощать планы в жизнь начнут в апреле. Завершить работы рассчитывают к осени 2016-го. А еще через несколько лет, обещает чиновник, велодорожки проведут во все спальные районы города. Владимир Кацман, Алексей Мураховский, Думская ТВ. Украина – единственная страна в мире, где разрешено снимать судебный процесс на видео. Такие реформы все больше приближают государство к европейским нормам. Как провести революцию в украинских судах, рассказали столичные юристы. Подробнее прямо сейчас. Четверокурсница Лилия планирует стать адвокатом. Прозрачность судебного процесса, по мнению девушки, неотъемлемая часть работы. Общество должно перестроиться и поверить суду. Заход прав людей, а также гласность данного процесса для меня независимо важна. Потому что, приходя в суд, я хочу, чтобы интересы моих клиентов были максимально защищены. Украина – единственная страна, где на законодательном уровне любой желающий может снимать и фотографировать судебный процесс без разрешения судей. Это должно снизить коррупцию в стране, считают участники проекта «Открытый суд». Они уже посетили с видеокамерой почти 300 судебных заседаний. Снимают бесплатно приоритет социально значимым делам. Суд – это установка, которая надает услуги. И судья, и прокурор – это не царь, это не Бог. Мы просто продукуем другую философию. Про то, что если человек сплачивает судовый сбор за рассмотрение своей справы, она должна получать качественную услугу. Такую правовую норму организаторы проекта рассматривают съезд из США как ключевой элемент борьбы с коррупцией и несправедливостью в судах. Успех Украины может стать примером для применения механизмов в других странах мира. Ольга Китик, Ксения Терзи, Вячеслав Ласштаба, Думская ТВ. Финансисты в заключении выпуска о курсе валют. Доллар к концу недели остановился на отметке 23 гривны 90 копеек. Это на 21 копейку дороже, чем в конце прошлой недели. Евро начал неделю с 26 гривен 23 копеек, но к концу недели упал до 26 гривен 5 копеек. В сравнении с концом прошлой недели курс евро остался прежним. Это были самые важные и интересные новости за неделю. А мы, Олег Байделюк и Елена Еремеева, прощаемся с вами до следующей субботы. Спокойной и размеренной вам недели. Увидимся. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА